С того времени, как первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила свой космический полет, прошло уже более полувека. В настоящее время, несмотря на свой почтенный возраст, напомню, что легенде космонавтики уже 83, Валентина Терешкова трудится в Госдуме. Совсем недавно Терешкова привлекла к себе внимание общественности, выступив с предложением обнулить президентские сроки, после чего на нее посыпался шквал критики. Справедливости ради следует заметить, что после легендарного полета Терешковой на корабле «Восток-6», длившемся почти трое суток, в ее персоне было приковано повышенное внимание общественности. Что же касается ее личной жизни, то Терешкова дважды была замужем. Первым мужем Терешковой был космонавт Андриан Николаев, на свадьбе с которым в числе гостей присутствовал сам Никита Сергеевич Хрущев. Через год после свадьбы у молодых супругов родилась дочь Елена, первой мере ребенок, отец и мать которого были космонавтами. Этот брак продлился почти 19 лет, но вскоре после того, как их дочь достигла совершеннолетия, супруги расстались. Сама Валентина, комментируя свой развод с первым мужем, сказала, что он золото в работе, но деспот дома. Второй раз Терешкова вышла замуж за Юлия Шапошникова, руководителя Центрального института травматологии и ортопедии, брак с которым продлился около 20 лет. В 1999 году ее второй муж Юлии Шапошникова умер. Дочь Терешкова Елена с рождения носила фамилию отца Николаева, однако после развода родителей девушка неожиданно для всех взяла фамилию матери. Елена отлично закончила школу, а затем медицинский вуз, став хирургом-ортопедом. Елена дважды вступала в брак. Ее первым супругом был летчик Игорь Майоров. Со слов Игоря, его теща никогда не одобряла избранника дочери. Она была уверена, что он лишь пытается породниться с семьей легендарных космонавтов. Молодые поженились против воли Терешковой, в результате чего она даже не присутствовала на свадьбе дочери. Когда в молодой семье появился первенец сына Леши, его бабушка Терешкова долгое время не проявляла инициативы для знакомства с внуком. Однако брак с Майоровым продлился недолго. Вскоре Елена вышла замуж за другого летчика Андрея Родионова. В этом браке в 2004 году она родила второго ребенка сына Андрея. В настоящее время Елена, как и ее мать-депутат, занимается бизнесом. Так, по некоторым данным, Валентина Терешкова владеет акциями Ярославского комбината технических тканей «Красный перекоп». Кроме того, получает доход от деятельности медиагруппы «Красный квадрат». А ее дочь Елена является соучредительницей ВОО «Пробиофарм», а также фирм «Аван» и «Омикрон». А в последнее время в прессе все активнее муссируются слухи о том, что компании Елены стали не случайно получать госконтракты на миллионы рублей. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!